Всем привет, друзья! Я приветствую своих дорогих подписчиков, а также случайных зрителей, зашедших на мой канал. Сегодня мы поговорим, сделаем маленький обзор коньячка, который прошел у нас аэрацию и отстоял в дубовой бочке ровно полгода. В нашей бочке была проведена правильная подготовка, теперь она вышла у нас на рабочий режим. Это первое настаивание виноградного дистиллята, предварительно который прошел аэрацию и залито на полгода. Бочечка у нас покрыта воском, что как нельзя лучше сохраняет по потере нашего дистиллята. Так сказать, уменьшается доля ангелов. Но мы посмотрим, сольем и все-таки поглядим, сколько потеряли мы напитка и на сколько упала спиртуозность. Бочечку я предварительно уже пробочку открыл. Сейчас мы нальем немножко, я считаю, чудесного нашего напитка. И попробуем на запах. Мне не терпится попробовать его на запах. Ну что ж, друзья, посмотрите. Цвет не сказать, что особенно такой коньячный, коричневый. Светло-коричневый, с желтизной. Запах, конечно, чудесный. Запах чудесный. Это безоговорочно. Я не знаю, в дальнейшем стоит ли выдерживать в бочке больше, но, наверное, все-таки придется прибавить время настаивания. И на сколько хватит нашей бочки. Цвет, как видите, да особо и не коньячный. Больше вискарный. Ну, запах, конечно, друзья, изумительный. Сейчас мы сольем и посмотрим, сколько мы потеряли доли ангелов нашего напитка. Итак, друзья, мы сцедили свой коньячок из бочки. Что у нас получилось? В бочку входило у нас 10,5 литра дистиллята. Прям под пробочку 10,5. За полгода потери у нас, как говорят, доля ангела составила 300 грамм. 9 литров, литр. И кружечки вот здесь вот у нас даже 200 грамм нет. 300 с копейками у нас оказалось долей ангелов. С учетом того, что даже наша бочка провощенная. Никакой течи в ней нет абсолютно. Бочка у нас действительно уже подготовленная. Вот такой вот результат. За 10 месяцев, друзья, я считаю, что 0,5 мы потеряем. Так что решать с вами, если есть у вас бочка, я рекомендую обязательно ее провощить. Теперь, друзья, от мелкодисперсных все равно здесь от дуба внутри отходят микрочастицы. Сейчас мы аккуратно его профильтруем с вами и продегустируем. А с бочечкой мы поступим таким образом. Сейчас мы прополоскаем ее холодной проточной водой. Дадим немножко сойти, чтобы вся вода у нас вышла в течение часа. И зальем туда сразу же яблочный дистиллян. Такие потери у нас произошли, даже невзирая на то, что бочка у нас стоит во влажном подвале. Влажность там, можно сказать, высокая. Температура где-то 12-14 градусов. Все равно доля ангелов у нас вышла вот такая вот. Ну, а вам, друзья, я советую бочку не оставляйте пустой никогда. Если ваш дистиллян еще не готов к настаиванию, либо вы передумали, залейте ее холодной проточной водой. Периодически меняйте воду, чтобы вода у вас не застаивалась. И бочка ваша не будет рассыхаться. Так, профильтровали мы для дегустации неполную бутылочку, но уже терпения нет. Давайте его попробуем вместе с вами. Оценим по достоинству действительно, что у нас получилось. Все-таки полгода это срок немалый. Ну что ж, на цвет, как я уже и повторюсь, наверное, он у нас представляет желто-коричневый, такой легкокоричневый цвет. Мне показалось в первый раз, что он даже немножко у нас слабее по цвету. Нет, довольно-таки неплохой. Но все-таки я думал, что за полгода он будет по цвету у нас темнее. Нет, такой вискарный цвет. Конечно, вискарный будем называть его так. Попробуем его, друзья, в запахе, что он из себя представляет. В запахе присутствует сладость. И такой оттенок, не могу понять, нежный такой оттенок, как орехом. Либо орехом, либо косточкой, жареной такой, как миндаль жареный. Запах приятный. Спиртом вообще не отдает, а сладостью такой и присутствием какого-то ореха. Определенно сказать даже не могу. Давайте попробуем его. Вот здесь во вкусе, друзья, хочу сказать, что полностью присутствует миндаль. Такой жареный миндаль. Дубам вообще не отдает. Поначалу, когда я его цедил, я хотел даже его купажировать двухлетним коньяком. Считал, что, когда мы первый раз по запаху попробовали, считал, что коньячок наш будет неудачным. Не настолько удачным, как я хотел бы этого. И хотел уже как бы купажировать двухлетним коньяком. Но нет, абсолютно, друзья, нет. Его даже трогать нельзя, абсолютно. Ничего добавлять сюда никакого смысла нет. Он богатый во вкусе, нежный, хороший, красивый запах. Ой, это вообще бомба. Вот это да, действительно, друзья, вот это бомба. Действительно, время потрачено недаром. Такой напиток стоит ставить 6 месяцев. Потом можно прибавить 7, 8, 9. И думаю, в конечном итоге бочку я разберу, свой жбан. Сниму оттуда слой. Еще раз обожгу и опять соберу. Думаю, что бочка у нас будет работать. Теперь постоянно. Уж с водой наполненная, я уверен, она у нас стоять не будет. Пейте только свое. Я желаю вам здравствовать. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok